Каждый любитель рыбных консервов должен знать. Где расположена маркировка? Она должна быть всегда расположена внутри первого кольца жесткости и выбита изнутри. А если цифры не выпуклые, а наоборот, то перед вами подделка, уверяет преподаватель ветсанэкспертизы Наталья Белецкая. Допустимо, если маркировка нанесена несмываемой краской. Последняя вельска элементарна. Если не размазывается, значит тоже. Это хорошая маркировка. С этим разобрались. Дальше сложнее реестровый номер продукта. Для каждого вида консерва есть свой реестровый номер. Это первые три цифры. Первые три цифры. Вот здесь вот, во втором ряду. Часто номер реестра и надпись на этикетке не соответствуют друг другу. Например, здесь написано, что шпроты из салаки. Но, судя по цифрам на банке, внутри килька. Самое что ни на есть настоящая килька. Посмотрите, какая симпатичная. Салака просто стоит дороже. А на этой банке указана черноморская килька. Но ассортиментный номер вообще неизвестен. Даже открывать страшно. То есть она черноморская на самом деле. С горчинкой. Но вкус... Неплохо. Ну, нет. Вот сейчас послевкусие пошло. Горечь. Ярко выраженная горечь. Все реестровые номера рыбных консервов можно узнать в интернете. А пока смотрите на состав. Если консерва натуральная, то ее состав должен быть максимально простым. Например, вот здесь. Рыба, соль. Идеально. А если консерва идет у нас в томатной пасте, либо в какой-то заливке, то состав этой пасты, либо заливки должен быть максимально расшифрован. Вот здесь написано совершенно неправильно. И срок годности, и хранения. Проверьте, это, кстати, не одно и то же. Срок хранения – это то время, в течение которого все полезные свойства продукта сохраняются полностью. То есть не разрушаются ни витамины, ни микроэлементы. А срок годности – это то время, когда консервы можно есть, пока она не опасна. То есть срок хранения в любом случае меньше или равен сроку годности. Вот здесь указано верно, на другой баночке нет. Такую лучше оставить в магазине. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Тюменское время.